Дороги Чейтина Дороги Чейтина Мы в прошлый раз уже выясняли, что е и у – это одно и то же. Значит, это моя ошибка. Значит, сложность чего-то относительно функции f – это минимум длины того двоичного слова, f от которого равно этому у. Так, теперь трефную формулу. Вот. Значит, выше, 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 чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, вот, чтобы еще чуть-чуть ниже. Во-во-во-во. Значит, мы все время пользовались, значит, как мы там делали? Мы, нам нужно было найти такое, что-то такое, где вот формула, соответствующая этому неравенству, недоказуема. Доказуема, простите. Вот мы это искали и там соответствующую функцию строили. Но в формальном языке это утверждение выражается формулой от двух, с двумя числами n и e, получающей из некоторой формулы и с двумя параметрами при подстановке вместе с этих параметрами, соответственно, чисел n и e. Вот как найти такую формулу мы скажем позже. Это я повторяю, это уже было в прошлый раз. Пока что мы исходим из того, что есть, и вот ее главное свойство, что для любых чисел n и e это истинно только тогда, когда вот эта сложность больше, чем n. Вот теперь идем дальше и переходим прямо к двенадцатой. Значит, так, значит, как строится формула? Значит, мы два детства. Сначала мы раскрываем смысл этого утверждения и получаем более подробную запись. А потом вот запись оформляем в виде формулы, рассматривая языка. Значит, что значит, что сложность больше? Это значит, что какое описание кси, то есть какой аргумент кси мы не возьмем, для которого f от кси равно этому e, значит, простите, равно этому e, ой, сейчас, 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 да-да-да, сложность e больше. Это значит, здесь правильно. Значит, какое мы кси не возьмем, чтобы f от кси было равно e, длина этого кси двоичного слова будет больше, чем n. То есть это записывается вот таким образом. Для всякого кси, если только f от кси равняется e, тогда непременно кси больше, чем n. Вот как это записывается. Вот, казалось бы, мы нашли формулу? Нет, мы не нашли, это не есть формула нашего языка. Она по разным причинам не формула. Во-первых, здесь знак больше, которого в нашем формальном языке может и не быть. Во-вторых, у нас, в нашем языке, все переменные только по числам, а здесь двоичное слово. Мы должны это теперь переписать в терминах этих самых чисел. Значит, что мы тогда делаем? Это делается очень просто. Пожалуйста, следующее. Значит, мы устанавливаем, как вообще всегда это делается в любых случаях, мы устанавливаем взаимно однозначное соответствие между кси, большое, напоминаю, что кси, большое, это множество всех двоичных слов, и натуральным рядом. И вместо того, чтобы говорить о двоичных словах, будем говорить об их номерах. Значит, соответствие задается двумя взаимно обратными вычисленными функциями. Пи из n в кси, которое по номеру дает двоичное слово, и ро из кси в n, которое по двоичному слову дает его номер. Ну, вот там очевидные равносильности. Значит, вычислимой функции f соответствует некоторая функция с домиком, ну, которая на номерах. Висела это взаимно соответствие. f с домиком, вот показаны очевидно эти самые штуки. Теперь, вот я, значит, теперь, тогда чему равносильно 12? Можно показать 12? Назад 12. Вот тогда чему равносильно 12? Вот это я напишу. 12, значит, вместо того, чтобы писать для всякого кси, мы можем написать для всякого m, f от пи от m, вот это и есть кси, больше, чем модуль его, ну, не модуль, значит, длина, длина этого слова, больше, чем n. Ну, а вот f от пи от... Только длина не равно e, что, 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 да, да, сейчас, 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 погодите, что-то я не то написал. Оно равно e. Да. Нет, это, нет, это равно e, да, 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 да. И тогда это, тогда... Тогда... Мне надо пи от m, тогда пи от m, да-да-да-да, спасибо большое. Больше, чем n. Вот, 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 вот. Большое спасибо. Большое спасибо. Где палочка? Да, не нужно модуля, правильно. Да-да-да-да, вот это есть кси, да. Это я просто переписал вот то, что вот здесь написано. Вот, да, спасибо большое. Да, очень благодарен, что меня поправляют, но это как раз приятная вещь, значит, кто-то меня хотя бы кто-то слушает и даже понимает, что происходит. Теперь, значит, это, а это чему равносильно? Ну, а это, значит, равносильно для функции с домиком, потому что это то же самое, что функция с домиком от m. Если это равно e, то значит что? То p от m больше, чем n. Теперь, значит, вот теперь мы знаем следующее, вот теперь пошли дальше. Вот график, вот, f с домиком, очевидно, раз f вычислимая функция, f была вычислимая функция, то значит f с домиком тоже вычислимая функция, очевидным образом, потому что переход от двоичного слова к номеру и обратно вычислимый. Значит, это вычислимая функция. Теперь, раз она вычислимая функция, то ее график выражается некоторым номером f, некоторой формулой f большое, с параметрами x и y. Так что f от m, e истина тогда и только тогда, когда f с домиком от m равно e. То есть вот это вот мы можем вместо этого написать f от m, e, вот вместо этого. Теперь, ну а дальше такое простое упражнение. Множество всех пар для x, n, для которых длина x больше, чем n, перечислима. Отсюда легко выводится, что множество всех таких пар k, n, для которых pi от k больше, чем n, тоже перечислима. Короче говоря, вот это множество пар, вот множество пар чисел таких, что оно перечислимо. Значит, оно выражается некоторой формулой, поскольку у нас язык достаточно богатый. Значит, все это, все это, вот значит, это выражается формулой f, а это выражается формулой g от m, n. Ну, уже это бы, значит, формулы f и g имеются некоторые с переменными, а это уже результаты подстановки вместо переменных вот этих чисел. Теперь, значит, а квант, да, ну вот, простите, значит, это не совсем число, это вот переменный, раз по нему квантер. Значит, в итоге, давайте переходим дальше, туда, дальше. Вот, значит, вот такая формула языка имеется, вот, которая это и выражает, вот это, вот это множество таких e, таких e и n, которые. Вот эту формулу мы и берем, значит, вот эта формула с параметрами y к x, если мы вместо x подставим n, а вместо e y, то это и будет выражать той самой формулой, она будет в точности, вот, выражать, пожалуйста, высадим вас, поднимите. В точности, она будет, естественно, в точности для тех пар чисел, для которых выполнено равенство kf от e минус n, это больше, чем n, что и требовалось доказать. На этом дорога Чейтина кончена, и я только могу к ней прибавить, что у Чейтина есть очень такой, я бы сказал, трогательный, залостливый рассказ о том, как в 1974 году он пытался своей идеей рассказать великому Гёдалю. Значит, ну, Гёдаль вообще человек уже был совершенно великий, значит, он ему позвонил в Принстон, он находился в Америке чейтина время, позвонил в Принстон, и Гёдаль назначил ему определенный день, чтобы туда приехать. Вот когда уже он выходил, чтобы ехать, садиться в поезд и ехать в Принстон, тут ему позвонила секретарша Гёделя и сказала, что профессор Гёдаль просил ему передать следующее, что вот выпал снег там у них в Принстоне. И он, опасаясь за свое здоровье, в Институт Advanced Study, как это надо переводить, Сергей Петрович, в высших исследований продвинуть, как вы переводите по-русски? Что вы говорите? Ну, вы что-нибудь говорите? Или вы говорите Advanced Study, говорите, Толь? Да, ну хорошо, значит, Институт Advanced Study, значит, он туда не придет, и поэтому сегодняшнее свидание отменяется, и на этом все закончилось. Так что Гёдаль эту дорогу так и не узнал. Теперь дорога Шеня. Эта дорога основана на... Вот это совершенно новая дорога, мне Шеня ее рассказал в этом году. Она основана на понятии программы вычислимой функции. Пока до некоторого момента понятие программы понимается совершенно интуитивно, а потом будет сказано нечто точное. Значит, и на связанной с этим понятием одной из наиболее замечательных теорем теории алгоритмов, так называемой теоремы о неподвижной точке. Что говорит теорема о неподвижной точке? Она говорит следующее. Представим себе, что имеется преобразователь программ. Что это значит? Такой алгоритм, который всякую программу переводит в какую-нибудь другую программу. Да, а когда мы говорим о программе, программа чего? Программа функций. Каких функций? Вычислим их функций от одного натурального аргумента с натуральными значениями. Значит, функции, у которых аргумент натуральное число, значение натуральное число. Вот такие функции пока только рассматриваем. Вот у них бывают программы. Что такое программа пока понимаем в интуитивном смысле. Значит, вот рассматриваем преобразователь, который каждую программу переводит в программу. Тогда, говорит теорема о неподвижной точке, Обязательно найдется такая программа, которая этим преобразователем переводится в эквивалентную То есть, не обязательно в ту же самую программу, но в программу той же самой функции Значит, две программы эквивалентны, если суть программы одной и той же функции Ну, может быть, это надо было бы называть не теоремой о неподвижной точке, а теоремой о квазинеподвижной точке Потому что неподвижность просто в то же самое переводится, а она в эквивалентную Ну, слово квази вообще употребляется сейчас очень многообразно Я вот по радио тут два дня назад слышал, что к выбору автобусов для использования в качестве школьных автобусов для перевозки детей Надо подходить квази-строго Да, квази-строго Ну вот, значит, это сказал какой-то депутат Думы или что-то такое, очень высокое лицо Да, теперь, значит, как теорема Гёделя Как теорема Гёделя получается из теоремы о неподвижной точке Она получается так Значит, ну, мы знаем, что все доказательства можно упорядочить Вот мы их как-то упорядочили эффективно Значит, в такую вычислимую последовательность их расположили И... Чего? Да-да Что значит вводит число на единицу больше? Это я не понимаю, что вы говорите Значит, вводит число, я не понимаю Программа... Выводит число... Что? Выводит... Как? Как, не понимаю? Ну, то есть, у нас есть программа А преобразователи у неё составят такого Которые, как при данном входных данных, вводят число, в котором вводила бы старая программа Но только на единицу больше Понятно, объясняю Объясняю Такая программа в качестве неподвижной точки будет иметь программу нигде неопределённой функции У нас функции не всюду определённые Это очень существенно Да, это очень существенно Мы заранее... И мы заранее по программе не можем Мы заранее по программе не можем выяснить Будет ли эта функция хоть где-нибудь определена Это очень важно Поэтому, понимаете, вы не можете сказать Давайте отберём хорошие программы, которые что-то такое нам дают Ничего подобного Не можем Не можем И точка Значит Так вот Каким образом получается теорема Гёделя отсюда? А мы поступаем так Мы берём программу Вот такой преобразователь Объясняю преобразователь Берём программу Ищем Первую в цепочке Вот среди доказательств Такую Значит Рассматриваем Вот среди доказательств Ищем доказательства Фактов, что другая программа Неэквивалентна этой И находим первую такую программу Которая неэквивалентна Значит, для каждой программы Находим Ведь Ну, так Существуют ли неэквивалентные программы? Безусловно, существуют Для каждой программы Бесконечное число неэквивалентных Это понятно Потому что функций очень много Так вот, значит, для каждой программы Ищем первую такую программу Относительно которой Удаётся доказать Нашим способом формального доказательства Что значит чего? Что она неэквивалентна этой Исходной Применяем теорему О неподвижной точке И, собственно, мы получаем Значит, мы получаем программу Для которой Чего-то Мы находим программу Которая должна быть эквивалентна А нам удалось доказать Что она неэквивалентна Чего невозможно, как мы знаем Значит, что же остаётся предположить Что наш преобразователь Не всюду определён Потому что теорема Неподвижной точки Только для всюду определённого Преобразователя Который каждую программу Приходит Значит, есть такая программа Да Пожалуйста, ещё раз Как бы ещё Повторите Ищем Хорошо Ищем Хорошо-хорошо Хорошо-хорошо-хорошо Хорошо-хорошо Хорошо-хорошо Так Такой преобразователь Такой преобразователь Вот так я его обозначаю Для каждой программы Мы находим Программу Ку Которая ей неэквивалентна Ну, их таких много Мы находим первую Значит, если мы применим Теорему неподвижной точки То должна быть такая П нулевое Для которой К нулевое Эквивалентна Мы доказали, что она неэквивалентна Значит, не просто неэквивалентна Мы находим ту, которую можно доказать Ещё раз Для каждой программы П Без нуля Находим такую программу Значит, вот просто так напишу Простите Нехорошо написал Я глупость написал Я не то написал, что хотел Сейчас Прошу прощения Значит, для каждой программы П Мы находим такую Для каждой программы П Вот Находим такую программу А от П Которая не просто неэквивалентна Программе П А что мы можем доказать Неэквивалентность программы Вот этой А от П И П Можем доказать Вот Ещё раз Для каждой программы П Перебирая все доказательства Находим первую такую программу Ну, на самом деле Первое такое доказательство Из неё выковыриваем программу Что А от П Неэквивалентна П Теперь Применяем теорему О неподвижной точке Берём эту неподвижную Или точнее Квазитом неподвижную точку П нулевое Значит, что получается Что П нулевое С одной стороны Эквивалентна Программе Потому что это неподвижная точка А с другой стороны То есть А от П нулевое Эквивалентна Потому что это неподвижная точка Преобразователя А А с другой стороны Мы доказали Как и для всякой программы Что она неэквивалентна Этого быть не может Значит, раз этого быть не может То как же это объяснить Единственным способом Что этот преобразователь Не для всех программ определён А раз он не для всех определен, значит существует такая программа Q, замечательная, выдающаяся программа, что ни для какой программы другой нельзя доказать неэквивалентность. Хотя, конечно, такие есть. Чем замечательна эта программа Q? Представьте себе, что вы открыли контору, которая состоит программы, и она, эта контора, просит вас сделать то-то, 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 то-то. Вот он говорит, вот у меня была программа R, но я ее потерял, забыл, вы мне ее восстановите, пожалуйста, или хотя бы какую-нибудь эквивалентную, восстановите эту программу мне, я вам заплачу. Эта контора имеет в своем распространении единственную программу Q, она ее предъявляет, тот заказчик говорит. Так это не та. А контора говорит, а ты докажи, что это не та. И все, да. И все, вот. Да. Что? Вычислимый, вычислимый, алгоритм. Алгоритм, конечно, нет. Преобразователь это алгоритм, который по каждой программе записан как-то в виде слова. Мы не находим первую, которая не эквивалентна. Мы находим первую, про которую мы доказываем, что она не эквивалентна. Как это мы делаем? Еще раз. Мы перебираем все доказательства. Доказательства у нас будет черт знает чего там, теремофирма доказана в частности. Там, я не знаю. Мало ли чего там у нас будут доказательства. Их мы все не обращаем внимания. Как только мы нашли доказательство, что кто-то не эквивалентен P Вот тут мы хватаем И вот это кого-то, кто не эквивалентен И объявляем А от P Понятно? Не в смысле порядка программ Порядка программ никакого нет Мы как-то упорядочиваем доказательства Как-то, как хотите Вычисливым образом Что? Доказательное бесконечное число Ну да, а как мы сможем В конечное время выкинуть Нет, я что-то ничего Я что-то ничего не понимаю Мы это уже проходили Доказательность, бесконечное число Мы их все неоднократно упорядочили Гамма 1, гамма 2 Значит, вот все доказательства Мы это уже проходили, это уже все было Это не новость Гамма 1, в дороге Чейтина такое было Вот это все доказательства Вот мы находим первое доказательство, которое имеет такой вид. Вот берем программу П и находим доказательство такого факта. Первое доказательство такого факта. Так, еще вопросы есть? Да. На самом деле программа, на самом деле мы это не докажем, но обойдет она вечно, она вечно. Если бы она работала конечной, то я бы... Нет, как она работает, я не знаю. Это мне совершенно неинтересно. Нет, она не существует? Нет, как, нет, как? Как, значит, виснет, я понимаю? Она не всюду определена? Нет, она где-то определена, где-то не определена. Она нигде не определена. Ну и нигде не определена, и слава богу. Нет, ну и очень хорошо. То есть вы хотите сказать, что... Нет, не программа нигде не определена, что это программа... Значит, вы хотите сказать, что вы доказали, что это программа нигде не определенной функции? Нет, подождите. Нет, подождите. Нет, ну мета, мета. Вы мне сообщаете, что это уникальная программа Q, это программа нигде не определенной функции Может быть? Не знаю, совершенно меня не интересует, как она выглядит Я не знаю, как она выглядит, я не хочу знать, я вот только объявляюсь, и такая есть На самом деле ее можно найти, не функцию, что такое найти функцию, вообще непонятно, функция бесконечный объект На самом деле можно по преобразователю, это я не буду сейчас говорить, но по преобразователю она эффективно находится Существует алгоритм, который по программе преобразователя выдает программу этой функции Выдает эту программу, но это я не буду сейчас говорить, это мне с вами не нужно Так, теперь, 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 что теперь будет происходить дальше? Сперва я уточню, что такое программа, потому что это интуитивная вещь Значит, я не буду давать определение с такой программой, но я дам определение некоторых объектов, каковыми программы заведомо являются Ну и можно с большой степенью, так сказать, разумности считать их как раз и считать программами Значит, вот некоторые, некоторые соображения, давайте, пожалуйста, выше Значит, применение к выражениям, которые могут быть не определены Вместо знака равенства используется вот такой знак условного равенства, где верхняя палочка замена тильдой Вот запись вот такая означает, что выражения а и b одновременно определены и не определены А если определены, то их значения совпадают Вот таким образом, вот это выражение, если x и y это переменные, пробегающие по действительным числам То вот это всегда верно Ну, там надо квантер по y еще, наверное, написать Значит, вот x минус x всегда y минус y А x делить на x не всегда y делить на y, это понятно Потому что если мы поставим в одном случае 0, то в одном случае будет 1, а в другом не 0 В одном случае будет 1, а в другом бессмыслиться Вот, все Теперь, значит, дальше Говоря о программах вычислимых функций Значит, вот я уже сказал, что мы имеем в виду функции одной переменной с натуральными аргументами значения Теперь, значит, мы что предполагаем от программ? Что они записаны в виде слов в некотором алфавите Есть алфавит программ, и каждая программа есть слово в этом алфавите Я думаю, это возражение не вызывает Дальше, что множество программ образует разрешимое множество слов в этом алфавите Что значит разрешимое? Значит, есть алгоритм, который по любому слову определяет, программа это или не программа Но если вы знакомы с алгоритмическими языками, там, конечно, так и устроено Ну, в общем, это понятно, что мы должны понимать, программа это или черт знает что Теперь, раз множество программ разрешимо, то оно перечислимо По теореме, которую мы неоднократно не доказывали, но это легкое упражнение, мы неоднократно ссылались Перечисляем все программы эффективно Значит, располагаем их в вычислимой последовательности И обозначаем через ПН программу с номером Н Вот И теперь мы от программ переходим к их номерам Тогда можно так переформулировать теорему о неподвижной точке Вот давайте Вот так Для всякой всюду определенной вычислимой функции хи из n в n Это соответствует преобразователю Значит, вот тот преобразователь, который мы там делали А вот теперь у него, значит, этому а, который я писал так Вот у него, соответственно, номерах функции хи Найдется такое число q, что q-то я программа и хи от q-то я программа Вот p с номером q и p с номером q к хи от q эквивалентны То есть суть программы одной и той же функции А этот алгоритм, который распознает, он тоже является программой? Какой алгоритм? Что распознает? Есть алгоритм, который распознает программы, это не программа Нет, это человеческий алгоритм Нет, он не является программой Он просто вот наш с вами алгоритм Мы его для простоты описываем на древневавилонском языке Значит, так Дальше что? Теперь, значит, мы предполагаем Что существует алгоритм Который для каждой программы И каждого натурального числа х для каждого входа Дает такой алгоритм, опять-таки человеческий алгоритм Который для каждого программы и каждого входа, каждого х Дает результат применения этой программы ко входу х Значит, довольно очевидно Значит, есть алгоритм, который по номеру программы n и х Дает алгоритм от двух чисел уже, от n и от х Который по номеру программы n и аргументу х Дает результат применения n программы pn к этому х Таким образом, существует функция f от двух аргументов Функция f большая f большая от двух аргументов Сейчас она будет про нее что-то сказано f большая от двух аргументов От n и от х Которая что означает? Как она работает, эта вычислимая функция? Каким алгоритмом вычисляется? Бери n Хватай программу с номером n, применяй к x Смотри, что получится Вот это есть функция f большая Теперь, очевидно Если мы закрепим Значит, если мы закрепим n в этой функции в качестве первого аргумента Значит, функция двух аргументов Вот n мы возьмем Ну, скажем, 17 поставим Тогда будет функция второй аргумент Что это такое будет? Это будет функция, задаваемая 17 программой А если мы подставим 28, это будет функция, задаваемая 28 программой А если мы закрепим n, это будет функция, задаваемая n программой Поэтому, очевидно, следующее Что она обладает следующим свойством универсальности Давайте Для всякой вычислимой функции из n в n Существует такое число n Что для всякого x имеет место условная равенство Условная равенство означает Просто, что может быть и не определено там все, что нужно В качестве n достаточно взять номер программы, вычислимой функции Теперь, а также вычисляющее f Теперь, а также для функции Вот это очень существенно Выполняется Чуть-чуть выше, поднимите, чтобы это было все Или всем видно Выполняется свойство главности Главности Это главная функция Потом я скажу, как она Почему главная Как это слово К чему употребляется Предлагательный главный Для всякой вычислимой функции g от двух переменных Другой Существует такая всюду определенная вычислимая функция π С натуральными аргументами и значениями Что? Вот то, что здесь написано А именно Что если мы Вот посмотрите, что здесь написано внимательно А что это означает? Это означает, что если мы в g закрепим первый аргумент То это будет то же самое Как если мы в n Если мы закрепим первый аргумент n То получим ту же функцию Как если мы в f большом закрепим первый аргумент π от n А как это такое? Почему это такое будет? Очень очевидно. В качестве π от n надо взять номер такой программы, которая по следующей схеме вычисляет функцию от x. Возьми x, припиши к нему n, возьми пару nx, и к нему примени алгоритм вычисления функции g. Значит, понятно, что вот это, то, что записано, это алгоритм, и значит, он имеет номер π от n, зависит от параметра назовище. Вот, значит, это и есть π от n. Все. Так вот, теперь, значит, вот свойство главности, запомнили его, вот это свойство. Ну, на самом деле, там из главности вытекает универсальность, для ясности я их развяжу. Давайте выше немножко. Значит, пусть φ большое, произвольная числовая функция двух переменных, даже не вычислимая, неважно какая. Число n называется номером функции f одной переменной относительно функции φ большое, коль скоро f получается закреплением первого аргумента n в этой большой функции φ. Ну, вот в нашей функции f этот номер, это был номер программы. Так, теперь, теперь, значит, функция имеется универсальная, и функция имеется главная. Вот главная универсальная функция, которая обладает двумя свойствами. Вот это мы уже теперь фиксируем, раньше вот чуть-чуть, несколькими строками выше φ было произвольно. Теперь мы договариваемся через φ большое обозначать тоже произвольную, но главную универсальную функцию, которая обладает свойствам универсальности, значит, содержатся все функции одного переменного вычислимой, и свойствам главной функции. Нет, f большое была конкретная функция, это произвольная. f большое, сейчас объясняю разницу, почему, специально для удовольствия Александра Игоревича. f большое определялось через интуитивное понятие программы, а здесь мы от него избавляемся. Вот мы берем функцию φ большое, которая определяется двумя свойствами от понятия программы независящее, это было интуитивное подведение к этим свойствам. Значит, главная универсальная функция. Значит, тогда вот теорема неподвижной точки имеет такую формулировку. Для всякой всюду определенной вычислимой функции хи и зен вен найдется такое число q, что q и хи от q суть номера одной и той же функции относительно этой φ. Вот это и есть теорема неподвижной точки уже в строгой формулировке, без интуитивного понятия программы, опирающейся только на понятие вычислимой функции. Так, пешки дальше. Теперь вторая часть, значит, как получаем теорему Гёделя. Фиксируем какую-то функцию φ от двух переменных, главную и универсальную. Ну вот не какую-то, значит, главную и универсальную, это понятно, только она и рассматривается. Значит, два числа называем эквивалентными относительно φ, если они являются номерами одной и той же функции. Значит, в случае, теперь важно следующее, поскольку у нас функция вычислима, то мы можем эту эквивалентность чисел выразить. Вот давайте подумаем, как ее выразить. Значит, выразить формулой, то есть такой написать, значит, формулу, значит, формулу с двумя параметрами, что если мы подставим числа m, сейчас, 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 да, что мы, если мы подставим вместо этих параметров m и m, она будет истинно тогда только тогда, когда m и n эквивалентны. Вот как эту формулу, сейчас просто ее выпишем. Значит, если φ вычислим, ее график перечислим, выражается некоторой формулой А с параметрами x, y и z. Какими? Что это значит, что он выражается, это график выражается формулой с тремя параметрами x, y, z. Что мы для любой тройки чисел i, k и l, а от i, k, l, значит, результат подстановки вместо этих параметров чисел i, k, l, истинно тогда и только тогда, когда φ большой от двух аргументов и i, k равняется l. А эквивалентность чисел m и n означает вот такую вот штуку, что для всех x это вот это. То есть, что для любой пары чисел, если φ от m и k равняется l, то φ от n и k равняется l. И обратно, если φ большой от nk равняется l, то φ большой от mk равняется l. Последняя равносильность выражается вот такой формулой. Вот здесь, значит, вот то, что в левых квадратных скобках соответствует тому, что φ от m и k равняется l, а правых квадратных скобках соответствует тому, что φ большой от n и k равняется l. А эквивалентность чисел выражается такой формулой для всех x, для всех z. То есть, вместо k и l мы подставляем переменные, значит, и пишем по ним квантеры. Вот это формула b от mn. Значит, итак, формула b от mn, что это такое? Это выражает эквивалентность чисел m и n относительно φ. Неэквивалентность выражается вот такой формулой. Отрицание b от mn. Дальше, пожалуйста. Теперь в качестве, значит, да, вот, ну уже мы выбрали в качестве φ главную универсальную функцию, и для этого была просто любая вычислимая. Располагаем все доказуемые формулы в перечислимую последовательность. Рассматриваем алгоритм, который для каждого натурального m сперва находит в последовательности доказуемых формул первую формулу для каждого натурального n, вида не b от mn, с этим m каким-то n. А затем этот алгоритм выдает это n в качестве результата. Указанный алгоритм, значит, что он делает? Вычисляет некоторую функцию хи. График этой функции, перечислим, выражается некоторой функцией. Формулой g. Теперь. Алгоритм, возможно, частично определённый, который для каждого натурального. Может быть, да, может быть. Вот мы сейчас и говорим, что функция вот эта хи определяна не для всех натуральных чисел. Убереждаемся способом от противного. Предположим, что функция хи определяна для всех натуральных чисел. Тогда к ней можно применить, Александр Александр прав, тогда к ней можно применить теорема неподвижной точки. Значит, существует такое число m0, что числа m0 и хи от m0 эквивалентны, и стало быть, формула вот такая истина. Но по построению хи, формула вот эта доказуема, потому что хи от m0 это то число n, для которого доказуема его неэквивалентность m0. Значит, она истинна, но это отрицание тоже истинно. Но формула не может быть истиной вместе с своим отрицанием. Итак, хи не определена для некоторого натурального q. Это значит, что для формулы вида отрицания b от qn с этим q и произвольным n нет доказуемых формул. В силу универсальности функции хи большой имеется бесконечно много чисел, неэквивалентных к числу q. Для любого такого n вот эта формула оказывается истинной, но недоказуемой. Что и дает теорему Гёделя. Ну и напоследок такое утверждение, то есть не утверждение, а упражнение. Как в формальном языке выразить теорему неподвижной точки? Значит, мы выразили теорему неподвижной точки для данной вычислимой функции. А как выразить теорему, что она верна для произвольной вычислимой функции? Где здесь нужно квантер по функциям вычислим, а как это сделать? Ну это не так трудно, если понять все, что изложено только что. Но тем не менее, значит, это некоторое такое полезное и поучительное упражнение. Теперь итог, итог всего. Значит, мы с вами прошли четыре дороги, четыре разных, принципиально разных дороги к теореме Гёделя. Значит, первая дорога самого Гёделя, основанная на парадоксе лжеца. Вторая, значит, Гёдель, как мы с вами проходили, я напомню это, что парадокс лжеца состоит в том, что произносят некоторые высказания, выражающие собственную ложность. А Гёдель строит формулу, выражающую собственную недоказуемость. Вот мы её построили здесь, в этом зале вчера. Вторая дорога, дорога Калмогорова, основан на том, что множество всех доказуемых формул перечислима, а множество всех истин неперечислима. Это самая короткая дорога, самый простой путь от предположения, самая простая дорога от предположения о богатстве языка, а богатство языка это способность языка выразить принадлежность к любому перечислимому множеству. Но она самая простая, если выбрать правильный транспорт, а транспортом должны быть некоторые основные теоремы теории алгоритмов, которые к языкам вообще ни к чему не имеют отношения. Просто теорема теории алгоритмов, если их так вовремя и в правильном порядке применить, то дорога Калмогорова просто оказывается очень короткой, получается теорема Гёдель немедленно. Третья дорога, дорога Чейтина, она основана на понятии калмогоровской сложности и вытекает, так сказать, тоже в формализации парадокса. Это Берри о наименьшем числе натуральном, которое нельзя определить, затратив менее чем 100 слов. Получается, эта дорога основана на том, что какой бы у нас не был язык и какой бы мы предложили, не написали, значит, какую бы мы дедуктику не придумали, какие бы правила, выводы и аксиомы не предложили, И для доказать, что слово имеет сложность большую, очень большую невозможно. Для очень больших сложностей невозможно доказать никакого утверждения, что сложность данного слова превосходит. При том, что, конечно, бывают слова очень большой сложности. И последняя дорога, вот дорога Шеня, основанная на теореме о неподвижной точке. Значит, общий, точка отправления всех этих дорог, это предположение о достаточном богатстве языка. А напоминаю, что достаточное богатство языка означает, что в нем имеется формула, выражающая, что в нем для любого перечислимого множества имеется формула, выражающая это множество. Для любого перечислимого множества чисел натуральных, пар чисел, троек чисел и так далее. Ну, мы с вами уже здесь в порядке упражнения обсуждали, что достаточно просто для любого множества чисел и пар чисел. И, кроме того, также это здесь было сказано, что для достаточного богатства языка достаточно, чтобы в нем выражалось сложение и умножение, чтобы были формулы, выражающие сложение и умножение. Вот то, что если выражается сложение и умножение, то любое перечислимое множество выразимо, вот это составляет главную техническую часть теоремы Гёдера, это теорема аборифметизации, это такая сложная, ну не могу сказать, что сложная, но громоздкая, в общем, это длинная теорема, такая с использованием разных теоретических числовых обстоятельств. Но из нее, вот я подчеркиваю, что после того, как вот это мы доказали, то получается совершенно из одного и того же пункта предположение о богатстве языка, оно отправной точкой для всех четырех дорог. Хотя, конечно, если вы проанализируете, то вы поймете, что в каждой из дорог требуется выразимость своих перечислимых множеств. Так сказать, на самом деле нигде не требуется, чтобы все были перечислимы, но мы заранее не знаем, какой нам попадется. Вот в одной дороге нам попадаются такие, в другой такие, в другой такие. Теперь, дальше я хотел бы сказать, что вот все это показывает роль алгоритмических понятий в математике, потому что заранее про теорему Гёдера не очень очевидно, что она вообще как-то связана с алгоритмами. Но правда, если вот давать ее совсем в общем виде и давать общее представление о том, что такое формальное доказательство, там входит самоопределение два алгоритма, что нужно по любому формальному выражению, по любому слову в алфавите понять доказательство оно или нет. И должно быть алгоритм, который по доказательству узнает, что собственно там доказывается. Так что там вообще-то говорят, если в совсем общем виде, то содержится. А если доказывать для каких-то частных языков, там для формальной арифметики чего-то, там вообще даже нет понятия алгоритма в самой формулировке теоремы Гёделя. Но вот доказательства все на самом деле, по существу опираются на понятия алгоритма, и роль вообще алгоритмических понятий с моей точки зрения математики совершенно фундаментальна. Хотя, опять же, с моей точки зрения, может быть это я переоцениваю ее роль, потому что я очень люблю теорию алгоритмов. А может быть и не переоцениваю, тогда оказывается, что она вообще недооценивается в математике, если я ее не переоцениваю. Теперь, значит, дальше мы с вами, в самом начале я иду назад, обратно как бы прохожу ретроспективно, пускаю этот фильм назад. Дальше мы с вами еще до достаточного богатства изучали, что такое язык, что он имеет точно определенную формальную синтаксис, то есть правила образования знакосочетаний, семантику, то есть где объясняется, что что означает, а тогда уже автоматически возникает понятие истинности. Ну вот эту дедуктику, то есть определение, что является формально, иногда включают в понятие языка, а иногда нет. То есть некоторая такая двусмысленность есть в терминологии, иногда язык рассматривается вместе с введенным. Ну вот как считать, что наши способы рассуждения входят в русский язык или не входят? Одни считают, что входят. Сейчас это так более модно считать, что способы рассуждения на языке тоже входят в язык, а другие это не считают. А считают, что только склонение и спряжение. Это, конечно, несущественно. Теперь, значит, главное, что мы с вами поняли, это разница между психологическим и формальным доказательством. Значит, психологическое доказательство, это такой факт, вот все, что вы проходите, проходили в школе, проходите и будете проходить, проходите в университете и будете проходить в университете, и читать в математических книжках, это все психологическое доказательство. Это текст, имеющий своей целью вас в чем-то убедить, что вот это верно. А формальное доказательство, оно не имеет никакой цели убедить, это просто такой математический объект, который мы с вами подробно здесь описывали. И психологическое доказательство, я об этом уже говорил, оно исторично. Исторично, вот сегодня, вот я уже ссылался на мнение Понкаре, что, может быть, там через несколько сот лет вообще то, что сейчас кажется убедительным, будет казаться неубедительным. И поэтому в самое завершение я приведу совершенно замечательное, психологическое, конечно, доказательство, формулы, связывающие длину окружности и ее площадь, которые придумали, как это было оформлено в Древней Индии. Когда я говорю Древняя Индия, это чуть-чуть условно, потому что вообще-то нам это известно из средневековых индийских трактатов. Там трудно установить точную датировку, когда это началось, но есть предположение, что это восходит из гораздо более глубокой древности. Значит, ведь для того, чтобы связать площадь округа и длину окружности, не нужно никакого представления о числе π, потому что площадь круга нужно умножить длину окружности на радиус и разделить пополам. Это и будет площадь округа. Значит, вот как это доказывали древние индусы, индийцы. Доказательство их в следующем. Это круг. Нет, неправильно. 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 Значит, вот так. Значит, здесь шесть секторов. Потом рисовалась такая картинка. Сейчас. И под этим писалось, если написать, ну, писал, я не могу написать на шрифте Деванагри, как писалось, но в переводе на современный русский язык писалось смотри, и ставился воскресательный знак. И это было абсолютным убедительным доказательством, которое, вот я и предлагаю вниманию присутствующих. На этом позвольте закончить. Благодарю всех за терпение.